В эфире новости РТВ Подмосковье в Железнодорожном. В зале заседания администрации городского округа Железнодорожной состоялось первое заседание обновленной общественной палаты города. Открыло заседание руководителя рабочей группы по переформатированию общественной палаты в Железнодорожном, председатель Совета депутатов Тарас Ефимов. Мы сегодня собрались, ну в первую очередь, наверное, вот я как руководитель группы по переформатированию общественной палаты, чтобы с гордостью, наверное, доложить, что та работа, которая началась в начале этого года, началась, я напомню, в свое время со встречи губернатора Московской области, да, Воробьева Андрея Юрьевича, с главами Подмосковья, именно с Высшего Совета и с решением переформативной общественной палаты. В нашем городе это началось с проведения первого гражданского форума, потом было еще достаточно много-много-много встреч, да, но вот на сегодняшний день у нас есть утвержденный, да, список или перечень, да, тех 45 человек, которые вошли в данную общественную палату. От имени главы города Евгения Жиркова и администрации. Членов общественной палаты с началом работы поздравил первый заместитель главы железнодорожного Сергей Чернуха. Жители ждут от вас необходимых и важных инициатив. Именно ваш общественный контроль может стать эффективным демократическим механизмом регулярной деятельности органов местного самоправления. В свою очередь хочу заверить, что администрация городского округа будет делать все для того, чтобы ваша работа была продуктивной, оказывать вам всяческую поддержку. И разрешите еще раз вас поздравить с началом первого заседания обновленного состава общественной палаты. Пожелать вам всем крепкого здоровья, ну и плодотворной, соответственно, работы на благо наших жителей. Спасибо. В продолжении заседания был избран председатель общественной палаты города. Им стал Сергей Чебан. Добрый день, уважаемые коллеги. Во-первых, огромное вам спасибо за поддержку. Со своей стороны обещаю, что работать буду, не покладая силу. И опираясь на вашу поддержку и на ваш профессионализм. Также Сергей Николаевич выразил слова благодарности рабочей группе по переформатированию общественной палаты за проделанную работу. И рассказал о законе об общественном контроле на территории Российской Федерации, который существенно расширяет полномочия общественной палаты, в том числе и муниципальной. Также на заседание были избраны заместители председателя. Ими стали Юлия Букатова, Алексей Прошкин и Дмитрий Черняев. Ответственным секретарем была избрана Юлия Морозова. После заседания мы обратились к членам общественной палаты с вопросами, почему они решили стать членом общественной палаты и в каком направлении ведет свою дальнейшую работу. Ну, начнем с того, что я и был членом общественной палаты предыдущего созыва. Но в эту общественную палату, наверное, те же самые причины, что и предыдущую, поскольку хотелось бы как-то ближе участвовать в процветании нашего города. В частности, в жилищно-коммунальном хозяйстве, которым я, собственно, и занимаюсь последние 7 лет. Ну, во-первых, наверное, потому что я очень люблю этот город. И уверен, что я буду полезен в этом городе, как член общественной палаты. Мне близкие проблемы, вопросы. Я очень хорошо контактирую с населением, с молодежью, с родителями. Поэтому думаю, что буду полезен. Ну, конечно, я надеюсь, что больше будет внимания и нашим общественным организациям, детям. Ну, думаю, что мы несем соответствующий вклад в развитие нашего города. И, как мы уже говорили об инклюзивном образовании, будем добиваться, чтобы наши дети и ходили в сады общеобразовательные, и в школы, чтобы не было никаких препятствий. Я думаю, что мы добьемся. Развивать наш город, прославлять, ну, и помогать жителям нашего города. А конкретно в какой сфере? Наверное, ну, я больше всего отношусь к спорту молодежи. Буду молодежь, ну, привлекать к этим активным мероприятиям нашего города. Работать на благо города – это самое главное. Ну, собственно, я вновь избрана, но уже в третий раз. То есть для меня это третий созыв. И настроение такое – работать, работать, нести пользу – это самое главное. Если будет применение моим силам, буду их отдавать с радостью. А какие направления работы вы для себя приоритетными определяете? Ну, я думаю, что Сергей Николаевич сегодня правильно отметил, что работа с молодежью – это то, чему я посвятила больше 20 лет своей жизни. Поэтому здесь я чувствую силы, здесь у меня есть знания, есть опыт. Готова продолжать в этом направлении. Вообще все социальные вопросы. То есть я мама, я женщина, поэтому это мое. С удовольствием буду заниматься этим. Вы знаете, это ведь все вопросы, связанные с социальной сферой. Благотворительность, работа с молодежью, да на самом деле и образование в очень большой степени. Сегодня в замечательном нашем городе железнодорожном всегда вся эта работа делается не просто в союзе с церковью, а вот рука об руку в том добром ссороботничестве, без которого, ну, сегодня уже трудно представить нашу общественную жизнь. Кроме всего прочего, это вопросы нравственной жизни молодежи, да и любого поколения. Эти вопросы сегодня тоже очень остро стоят. Мы сегодня видим, как ногу в мире зла. Если общественность, не только это осознавая, но и работая в этом направлении, сможет внести свой вклад в улучшение общей атмосферы, пусть на подмосковной земле, в железнодорожном, но это ведь будет вклад в общую копилку. Тут копилку добра, которая нам сегодня очень необходима. В эфире новости РТВ Подмосковье в железнодорожном. РТВ Подмосковье в железнодорожном.